Сваленные в груду археологические находки, засыпанное грунтом надгробие 18 века на ханском кладбище. Это видео, снятое общественными активистами. Подконтрольные Кремлю крымские телеканалы этого не показывают. Их зритель увидит только вот такие работы. Аккуратные по всем правилам раскопок. На восьми крупных объектах дворцового комплекса сделано 30 раскопов. Это самые масштабные археологические исследования памятника. Но общественных активистов возмущает то, как они организованы. Культурный слой надо фиксировать, надо именно для истории его сохранить. Там очень важно все о том, как лежали предметы, на каком расстоянии друг от друга, какая кучность их была. То есть все, что было вокруг. Возможно, там следы какого-то пожара. Но просто так вот, как сидит человек, по всей видимости, далекий от археологии, в шурфе. Копает это все и руками вытаскивает вот эту поломную черепицу, куски черепицы, там, я не знаю, горшков всевозможных, керамики металлические. Здесь складывает это все в кучу. Но это как копание картошек. Исторические исследования – не главная цель археологов. Основное задание ученым от подрядчика – открыть фундаменты дворца, чтобы оценить их состояние перед так называемой реставрацией. Мы выполняем, в общем-то, только часть фактически этого проекта, подготовительную часть. Мы проводим археологические раскопки на различных объектах вокруг главного корпуса Бачесаревского ханского дворца. По заказу, в общем-то, наших архитекторов мы открываем фундаменты старых зданий. Когда осенью 2017 года подконтрольная Кремлю власть начала так называемые противоаварийные и реставрационные работы на Большой Ханской мечети дворца, археологические исследования фундамента проведены не были. Их начали только сейчас. А это нарушение правил реставрации, объясняет нам экс-руководитель музея Эльмира Аблялимова. Наверное, состояние ее достаточно сложное, поскольку сейчас проводятся археологические исследования на территории Большой Ханской мечети, чтобы оценить, как изменяется состояние фундаментов, стен и так далее. Потому что все-таки большая нагрузка была дана без предварительных исследований. Я знаю, что там сейчас установлены маячки над каждой трещиной. Трещины есть. Зимой 2017 года археологов все-таки допустили до исследований. Проработать удалось меньше месяца в раскопах, предназначенных для опор будущего навеса. Это временное укрытие, которое якобы должно защитить здание главного корпуса от осадков на время реставрации, пока его крыша будет стоять разобранной. Потом места под опорой залили бетоном. Очистить от него почву, скорее всего, будет невозможно, считает архитектор Людмила Щусь. Разговор шел о том, мы вот сейчас ставим здесь опоры, потом, когда мы опоры снимаем, вы дальше можете продолжать свои археологические расходы. Разговоры о том, что эти бетонные подушки под основание этого навеса будут сняты, ни у кого никаких иллюзий не вызывали. Но даже такое краткое изучение территории привело к тому, что археологи заявили, нельзя устанавливать столько опор, сколько запланировал подрядчик. Это повредит старинный водовод. Об этом крымским СМИ рассказал руководитель археологических исследований. Их результаты вынудили проектировщиков, которые занимаются установкой укрытия, пересмотреть его первоначальный проект. Было решено ограничиться только тремя опорами. Исходя из археологической ситуации, установка большего числа опор невозможна без повреждения открытых нами остатков строительных работ, систем дренажа и водоснабжения. Так что конструкцию пришлось менять, теперь здесь на одну опору меньше. До июля археологи должны свернуть свои исследования. Активисты уверены, такая спешка скажется на качестве раскопок. Некоторые артефакты не фиксируют как положено. Ну, найден фриз отделки, понимаете? И они его даже не зафиксировали. Вот сейчас вы видите, опять идут дожди, и они ведут археологические раскопки. О чем это говорит? Они очень спешат, у них план. Вот эта вот плановая система, которая была в Советском Союзе, плавно переехала в Россию. Теперь они ее привели сюда, к нам. Сейчас с южной части крыши главного корпуса снимают черепицу. Подрядчик «Атта Групп» уже накрыл его металлическим навесом. По словам подконтрольного Москве директора памятника Вадима Мартынюка, эта фирма должна еще обустроить систему водостока и настелить временный утеплитель на крышу. Все эти работы называют противоаварийными. Мы не имеем никакой информации о том, что там происходит, какие решения будут приняты. Мы знаем о том, что были установлены так хорошо на бетонные основания три ноги этой конструкции. Одна у нас без основания. То есть есть вероятность того, что, учитывая, что вот эта система водоснабжения, водоотведения Ханского дворца, она не изучена досконально, и никто, наверное, на сегодняшний день не знает, как проходят эти системы. И есть такая вероятность того, что конструкция может не выдержать. Крымско-татарские активисты настаивают на том, чтобы доступ к дворцу получила миссия ЮНЕСКО. И смогла оценить, как ведутся работы и какой вред уже нанесен дворцовому комплексу. Очень надеюсь на то, что внешний курс Украины, он сохранится, да, и никакие политические изменения не изменят необходимость и работу наших органов, центральных органов исполнительной власти на формирование такой позиции наших партнеров международных по приезду этой мониторинговой миссии в Крым. До конца июля уже должен быть разработан проект реставрации главного и гаремного корпусов дворца. Этот документ готовит уже другой подрядчик – фирма из Санкт-Петербурга «Меандр». Проект еще должен пройти экспертизу. Но в августе уже должна начинаться реставрация, сообщает руководство музея. Кто этим будет заниматься, до сих пор неизвестно. Раньше подконтрольная Кремлю крымская власть заявляла, что проведет для этого отдельный тендер. Алексина Дорогань, Александр Хоменко для Крымреалии. Редактор субтитров А.Семкин